Партнёр программы – стоматологическая клиника «Астромед». Восстановление жевательной функции даже при полной потере зубов за один день. По одним данным, это самое распространённое хроническое заболевание в мире. По другим скоро им станет аллергия. Её ещё называют болезнью чистых рук, ведь чаще всего ей подвержены успешные, живущие в достатке и достаточно хороших условиях люди. Можно ли с ней бороться и победить? На Земле порядка 7 миллиардов человек, и каждый пятый страдает от этого недуга. Причём, по словам специалистов, преимущественно это городское население. Каждое десятилетие количество заболевших аллергиями удваивается, и прогнозы неутешительны. Проблема аллергических заболеваний актуальна во всём мире. Многие учёные говорят о том, что мы сейчас переживаем век пандемии. То есть это заболевание охватило практически население всего земного шара. Но почему именно сегодня аллергиков становится всё больше? Почему учёные говорят о пандемии? И почему с каждым днём количество самих аллергенов увеличивается? Конечно, сейчас никто из специалистов не назовёт их точное количество. Но речь идёт о нескольких десятках миллионов. Дело в том, что, во-первых, меняется мир. На сегодняшний день огромное количество синтезированных химических веществ, которые никогда раньше в природе не существовали. Это сложное по составу, как правило, вещества, соединения, большая часть из которых обладает в той или иной степени вот этим сенсибилизирующим, ну или ещё, как говорят, аллергизирующим свойством. Вообще, если разбирать аллергены, то их, по сути, два вида. Есть истины, которые вызывают стопроцентную реакцию. Есть так называемые гаптены, которые, попадая в наш организм и связываясь с белковыми структурами, приобретают свойства полноценных аллергенов. И поэтому мы начинаем реагировать не только на шерсть кошки, собаки и так далее, но мы начинаем реагировать и на многие другие аллергены, например, на металлы, многие из которых не являются аллергенами, но зато присутствуют в атмосферном воздухе, в питьевой воде нашей сегодня. И первое правило любого аллергика – это знать все истинные аллергены, как говорится, в лицо. Их список достаточно обширный. Понятно, что, например, тоже коровье молоко одного человека вызовет реакцию, а у другого нет. Но это не значит, что этим продуктом можно злоупотреблять всем. В аллергии есть эффект накопления. И рано или поздно регулярное попадание истинного аллергена в организм все равно вызовет реакцию. Даже если человек не видел у себя явной аллергической реакции при употреблении этого продукта, мы все равно рекомендуем эти продукты либо не употреблять вообще, либо употреблять крайне ограниченно. Но это прежде всего орехи, среди которых наиболее известен арахис. Но никто не даст гарантии, что у того или у другого аллергика может возникнуть аллергическая реакция и на кешью, и на семена подсолнечника. Слово «орехи» означает уже аллерген. Также в этом списке куриное яйцо, коровье молоко, шоколад, все цитрусовое, мед и еще несколько десятков различных продуктов. И соблюдение такого, казалось бы, простого правила, как не злоупотреблять, может принести не только немало проблем, но и вполне стать причиной летального исхода. Например, только арахис каждый год убивает более тысячи человек. От самой аллергии умирает не так часто. Чаще всего умирает от аллергических, острых каких-то состояний. То есть самая частая причина – это так называемое ургентное, неотложное состояние, возникающее, например, при развитии отека к венке. Ежегодно от аллергии погибает почти 4 миллиона человек. Это сравнимо со статистикой по автомобильным авариям. Главное в борьбе с этим заболеванием – это знать, на что у вас аллергическая реакция и постараться по максимуму исключить эти аллергены из жизни. В случае с продуктами это реально. Но как быть, если аллергия на пыль, пыльцу или даже холод? Аллергические заболевания – это болезни трех систем. Это болезни иммунной системы, это болезни нервной системы и это болезни желудочно-кишечного тракта. Поэтому первое, что необходимо делать – это, конечно, следить за состоянием собственного иммунитета, стараться по мере возможностей, если не избегать, то снижать степень напряженности стресса, особенно хронического стресса, и, что очень актуально для жителей Пермского края, это беспокоить состоянием своего желудочно-кишечного тракта. Сегодня специалистами разработана целая система лечения. Есть определенные виды терапии, специфические лекарственные препараты. Но как именно и когда их применять, может сказать только врач-аллерголог-иммунолог. К тому же лечение аллергии – это целый комплекс мероприятий, который требует и времени, и терпения, а еще специального образа жизни и профилактики. Человек, который действительно заботится о своем здоровье, прежде всего должен интересоваться экологически чистыми, безопасными, а еще лучше имеющими маркировку товарами гипоаллергенно. Это связано с тем, что, допустим, мебель, которая имеет такой знак, будет иметь невысокую степень эмиссии фенола и формальдегида. Также стоит уделить внимание порошкам. Врачи рекомендуют пользоваться гелевыми формами. А в случае с моющими средствами просто тщательней промывать посуду. Лаки, дезодоранты – это тоже все потенциальные аллергены. Применять их нужно только в закрытых помещениях, например, в ванных комнатах. Отдельное внимание стоит уделить содержанию животных и птиц. У населения существует заблуждение. Если они дома заведут не просто котоваську, а лысого котоваську, то аллергическое заболевание не возникнет. Это не так. Дело в том, что сенсибилизирующими свойствами обладает и эпидермис, обладает и выделение потовых желез. Поэтому ни собак, ни кошек, ни больших, ни маленьких лучше бы таким людям дома не держать. Но гораздо сложнее случаи, когда у человека возникает аллергия на биологически активные вещества, вырабатываемые в самом организме. Например, при стрессе. Возникает стресс, активируется нервная, эндокринная система и многие другие. В результате в организме повышается уровень содержания так называемых гистаминоподобных веществ. И вот здесь возникают реакции. Зачастую к тяжелым аллергическим случаям приводят банальное нарушение поведения. Человек, у которого есть предрасположенность, должен соблюдать определенный аллергический режим и диеты. Это когда дети узнают о том, что существует шоколадная конфета еще в два года. Когда, полагая, что мед – лекарство от всех болезней, его едят ложками, его употребляют в бане, его употребляют везде, где только можно и нельзя. То есть я опять возвращаюсь к словам Гиппократа. Все в мире яд, и все лекарство, все дело в дозе. Сегодня аллергические заболевания, даже самые тяжелые, перестали быть в основной массе угрозой жизни. Но только если человек правильно ведет себя и выполняет все предписания врача, тогда это заболевание становится из разряда управляемых. Да, мы не можем вылечить, но мы можем создать условия совместно, конечно, с усилиями самого пациента, когда он может выполнять свою привычную работу, когда он может вести обычный образ жизни. Да, у него будут определенные ограничения, но они в основной своей массе не мешают жить обычной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин